Продолжение следует... 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 Во время обстрела командиры бандитов постоянно кричали своим боевикам, чтобы во время их телефонного разговора с Аль-Жизирой велась интенсивная стрельба. К ночи обстрел прекратился. На следующий день, в субботу, из их разговора по рации я слышал, что кто-то говорил, пусть к приезду наблюдателей часть боевиков оденет военную форму сирийской армии, чтобы они выглядели как перешедшие на сторону боевиков. А вторая часть пусть наденет гражданскую одежду, а потом приходит к нам в мечеть. Они подожгли поля и несколько домов, чтобы обвинить армию в бомбежках. Наблюдателей я видел только издалека. Их окружали бандиты, одетые в форму сирийской армии и не переодетые бандиты. Очень многие люди были там и наблюдали за всем этим. Но там не было никого из родственников, лояльных властей и людей, убитых бандитами. Все кричали, хотим свергнуть режим. И с ними были родственники боевиков. Они, боевики, пришли к нам домой и сказали, выходите из ваших домов, уходите и уезжайте, потому что город превращается в поле боя. Мы никуда не ушли, но многие после этого ушли. А после приезда наблюдателей боевики брали их с собой в пустые дома, а затем отводили их туда, куда ушли выселенные боевиками люди. Говорили наблюдателям, что это беженцы. Как ваши братья и родители смотрят на эти события? Отец уже умер, но у меня есть мама, братья и сестры. Все мы придерживаемся одних и тех же взглядов. Есть ли в вашей деревне люди, разделяющие вашу точку зрения? Да, большинство разделяет мое мнение, но они боятся до смерти, мести со стороны боевиков. Раньше даже были люди, которые ходили на демонстрации в поддержку власти и писали лозунги на стенах деревни. Далой сирийскую свободную армию, проклинаем жителей города Дараа, с которого начались все события. И бандиты отомстили всем, кто писал такие лозунги. Какие у вас отношения с жителями соседних деревень и почему их атаковали боевики? Они никогда не приносили нам вреда, не конфликтовали с нами. Мы поддерживали с ними хорошие отношения. Наоборот, боевики сирийской свободной армии постоянно их атаковали, потому что они принадлежат другой религиозной группе. Даже есть один террорист, которого зовут Хайсам Аль-Халляльб, который похитил несколько человек с соседней деревни и попросил за них выкуп. Несколько миллионов лир. И еще один боевик по кличке Абу-Ясир, который тоже похитил из соседней деревни сотрудников генеральной компании по электричеству, потому что они принадлежат другой религиозной группе. Этот Хайсам одного из похищенных убил, а второму сделал укол с мазутом. Вы можете найти его в больнице города Хомс. Вот эти бандиты в мирное время занимались контрабандой. Мимо нашей деревни проходит трубопровод с мазутом, и они постоянно ставили краны прямо на трубу, на которых стоят мощные насосы. И всем в деревне были известны эти факты. В основном эти люди обычные бандиты, среди них мало кто доучился до восьмого класса. Они в основном похищают всех, кто принадлежит другим конфессиям и тех, у кого есть деньги. У нас в деревне была женщина родом из Ливана. Она жила в нашей деревне с тремя детьми и работала уборщицей в милицейском участке. Ее похитили, изнасиловали, повесили, а затем бросили в поле, где ее тело обгрызли собаки. Это было очень печальное и страшное зрелище. Она была совершенно голая. Нельзя этих людей называть мусульманами и арабами, а они звери. Еще был момент, когда они захватили государственные заведения в деревне. Школы, больницы, поликлиники, административное управление. Они жгли все подряд и не пускали детей на учебу. Есть четверо из клана Аля Бара и один из клана Аль Юсифа, который болел спидом и которых сегодня нет в живых. Они изнасиловали одну женщину из клана Найла и заразили ее этой болезнью. У нее был трехмесячный ребенок. После изнасилования она кормила его грудью, и ребенок умер. Были случаи в начале волнений, когда они атаковали больницы и забирали кровь, которую использовали на демонстрациях. Поливали эту кровь на лица якобы погибших или получивших ранение людей, чтобы сфабриковать сценарий для Аль-Жизиры и Аля-Рабии. Мы мирные люди и хотим, чтобы спокойствие вернулось в наши деревни и в наши дома. Мы не хотим мешательства из нее, мы хотим мира. Продолжение следует...